эверет город в штате вашингтон это канал gate 42 мы сегодня переводим сам чуя 442 миллиона долларов цена по прайсу заказано 309 штук от 9 клиентов очень доброе утро всем мы на боинге сегодня мы увидим первый полет боинг 3 7 x после 6 лет разработки программа действительно интересно и многие из вас знают что боинг это самый большой самый мощный самолет с двумя двигателями который когда-либо создан был я подтверждаю он реально очень длинный длина составляет 76,7 метра и он ну действительно длиннее чем нынешние 330 вы можете увидеть здесь как раз таки вот сейчас двигатели это g9x установили установившие мировой рекорд как самый мощный в своем классе и далее вы можете увидеть как раз таки что самолет состоит из композитных материалов и вообще композитный материал он более легкий чем металл и самая интригующая фича которая есть это складные кончики крыльев механизм складывания кончиков крыльев создан для экономии пространства обратите внимание что это тоже самая часть крыла то есть по сути дела это его продолжение когда самолет выходит на руление или взлетную полосу кончики крыльев поворачиваются и создает продолжение крыла тем самым уменьшая сопротивление и добавляя эффективности при подъеме кстати размах крыльев эта информация была 71,8 метров сейчас самолет проедет мимо нас мы в не в ожидании в нетерпении тем более погода в сиэтле обещает прям просто вот просто какой-то кошмар и я очень жду как раз таки того как 777 стартанет девушка говорит о том что она впервые наблюдала за полетом 747 потом видела 777 787 ее нахлынувают эмоции с нетерпением ждет как как взлетит самолет вообще ее дедушка и отец также были пилотами сам спрашивает о том что говорит мне понравился твой шарфик она говорит спасибо он такой авиационный говорит да 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 каждый год мама мне делает для меня авиационный шарф и я этим очень очень горжусь мы видим как самолет отходит от терминала все в ожидании момент истины уже скоро настанет и вы видите как весь персонал выходит для того чтобы посмотреть на взлет 777 x а Самолет проехал мимо нас, сейчас он остановится в конце взлетно-посадочной полосы, будет ждать разрешения и, конечно же, будем ждать улучшения погоды. Вообще, если посмотреть на взлет, он будет с ВВП-34 при ветре в 13 метров в секунду, то есть мы можем прямо на карте сейчас увидеть, что самолету нужно будет резко повернуть на север-запад, для того, чтобы дальше продолжить полет. К сожалению, самолет направляется обратно к терминалу, это означает, что полет не состоится из-за сильного порыва ветра сегодня. Вот смотрите, это Джон, дружище, уже десятый, да, десятый рейс, десятый рейс, мы ждем. Джон говорит, надеюсь, увидимся завтра, а сам говорит о том, что я тоже надеюсь, но только я завтра буду уже не здесь, а самолет как назло взлетит. И вообще, это очень важный момент не только для меня, но и также для компании Boeing, вообще скрещиваем пальцы, чтобы завтра он взлетел. После двух дней ожидания все-таки Boeing 777X взлетел при сильном ветре, при плохой погоде, это состоялось 25 января. И сейчас вы слышите как раз-таки переговоры, поехали в 9 часов 10 минут в Ванчейне, совершил первый взлет. Вообще, полет продлился 3 часа 59 минут и в 2 часа дня, давайте сначала посмотрим более внимательно взлет. Взлет, как я уже говорил, продлился 3 часа 59 минут. И самолет в 2 часа дня вернулся в Boeing Field, также 25 января. Итак, что мы знаем о новой программе 777X? Давайте о ней сейчас более подробно поговорим. Программа создана, стартовала в ноябре 2013 года во время дубайского авиашоу. Генеральный директор Джим Макнерейни официально говорит, я рад объявить сегодня, что Boeing запускает разработку Boeing 777X. Наши отделы продаж по всему миру ответят открыто и развернуто на все вопросы клиентов, касаемые нового самолета. Это поистине беспрецедентное событие. И крупнейшие авиакомпании как раз-таки захотели купить этот самолет. На дубайском авиашоу был установлен рекорд по количеству заказов. И для программы потребовалось порядка 5 миллиардов долларов. В итоге 8 авиакомпаний и один частный клиент заказал 777X. Стоимость самолета, ну мы уже об этом говорили, составляет 442 миллиона долларов. Дело его с самым дорогим самолетом, созданным авиакомпанией Boeing. И авиапроизводитель вообще хотел за счет него заменить самолеты 777-9. Ну вы сейчас их видите на экране. Но тут, конечно же, есть у Boeing еще основной конкурент. И им является, конечно же, Airbus 350 тысяч. На данный момент у него заключено 170 твердых контрактов на поставку. В противовес, 777X, мы уже говорили об этом, 309 раз заказали. Причем борьба идет очень жесткая. Недавно Quentis выбрал А350 тысяча для своих сверхдолгих перелетов в рамках программы Sunrise Operation. И мы видим, что у Boeing вообще были очень большие проблемы с самолетом. Так как первые тесты должны были состояться еще в 2019 году. Но, к сожалению, в двигателе G9X были найдены неисправности компрессора. Что отразилось на взлете и его перенесли на 6 месяцев. Только аж 25 января состоялся первый взлет. 351 тонна – это как раз-таки взлетная масса. Вы обратите внимание на кабину. Она очень сильно похожа на Dreamliner 787. И Boeing утверждает, что она будет шире. Кроме этого, боковые стенки увеличены на 4 дюйма в салоне. И также увеличены будут на 16% иллюминаторы. Сейчас вы их сможете видеть на экране. И сегодня состоялся, наконец-то, успешный полет. Это действительно даст большой импульс компании Boeing 777. Время покажет, насколько все-таки это был успешным проектом. С нетерпением будем ждать, когда 777 начнет летать в небе. Вам спасибо за просмотр. Ставим свои лайки. И, друзья мои, обратите внимание на то, какой же красивый салон самолета. Давайте в завершение нашего сегодняшнего видео более внимательно посмотрим. С вами был Gate42. Меня зовут Василий Бицооха. И мы продолжаем смотреть за развитием компании Boeing. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok